По рынку нефтепродуктов Калужская область всегда практически занимает вверху по минимальным ценам на бензин. Если, например, брать по бензину автомобильному АИ-92 и АИ-95, то цены в Калужской области самые минимальные. По 92-му Калужская область занимает первое место, по 95-му второе место в Центральном федеральном округе. Цена на бензин АИ-92 составляет от 50 до 55, в зависимости от заправки и местности. Цена бензина АИ-95 – от 55 до 60 рублей за литр. Люди рассуждают, что многое зависит от заработка водителя. Для тех, кто зарабатывает 30 тысяч – ощутимая стоимость. Для тех, кто зарабатывает от 70 тысяч – цена более приемлемая. Все одинаково вместе. 4,5 тысячи заправить полный бак на три дня. Сколько должна быть в зарплатах? Посчитать? Так, слегка. Это вот просто свозить ребенка на тренировку, в школу, второго ребенка в садик на занятия и съездить по личным делам. Все. Ну, как бы у нас такая жизнь сейчас. Дорогая. Поэтому, как это вы говорите, надо больше зарабатывать? Дешевле, но не намного. А дешевле все-таки, да? Ну, чуть дешевле, по сравнению с Московской областью, допустим. Или тоже Подмосковье. В Подмосковье тоже дешевле. Ну, там на пару рублей. Не значительно. Ну, там получше бензин все-таки. Там получше? У нас все-таки дешевле, но и качество. Ну, есть место, где, конечно, есть нормальный бензин, но вот по Умницку в основном нет нормальных заправок. Вот я сейчас ехал, ну, минимум на 3 рубля, а то и на 5 рублей дороже Московской области, 92-й. Сколько я здесь заправляюсь, вот на колонке, никогда никаких нареканий не было. Более того, я заправлялся, у меня была четверка, и я заправлялся самым дешевым бензином везде. И ни разу у меня 20 лет была четверка, ни разу не было ничего. То есть Калужская область, я считаю, замечательно, молодцы. Если так посчитать, то цена по сравнению с советской властью не сильно увеличилась. В зависимости, ведь что такое цена? В зависимости от дохода. Ну, вот я считаю, на пенсию сколько я могу купить на пенсию бензина. И на советскую пенсию, и на это я примерно одинаково могу купить. Особенно по Калужской области. Нормальная цена? Нормальная, доступная. Но вот самая дешевая или? Ну, как самая дешевая. Самая дешевая у нас есть. Только ездить на нем как? Она и воняет, и не едет машина. Бензин ужасно. Ужасно? Отвратительно. Почему? Что именно? Потому что цены. Не знаю. На 0% это правда. Потому что цены, я не знаю, они растут буквально один раз в 3-4 дня по 0,2-0,3 копейки. То есть вот так вот. Я, потому что постоянно проезжаю мимо Лукойла у нас в Балабаново, и там 56-4, потом через 3 дня проезжаешь 56-12, потом 56-18, и вот так вот и постоянно цены растут, растут, растут. Если бы еще зарплаты соизмеримо росли, то есть у нас растут продукты, растет бензин, ЖКХ растет с 1 июля, было подорожание на 10%. И если бы эквивалентно росли бы еще и зарплаты, то было бы хорошо. Но сейчас получается так, что население страдает, качество жизни ухудшается. Что касается качества бензина, нареканий у водителей нет. Но цены на топливо растут. Как вспоминает жительница Обнинска, в сентябре 2023 года бензин АИ-95 стоил 55 рублей. Сейчас 60 рублей. Учитывая литраж, для многих это ощутимое подорожание.